всем хай друзья с вами валерий хаус и мы продолжаем проходить анабиоз сон разума и перед началом видео как обычно я прошу сделать три вещи подписаться поставить лайк откомментировать поехали ну что продолжаем собственно на этом мы закончили с прошлой серии прошлой серии мы узнали что стало причиной пробоин этого атомного ледокола а именно причиной было столкновение с айсбергом по как в игре здесь говорится по неосторожности капитана его предупреждали а он не слушал так ничего себе тут парня так покромсала стеклами ясно короче ясно понятно окно разбивается надо спрятаться проще парень на репа как говорится а вот дверька открыта так так еще один жмур не вздумая лезть наверх я предупреждаю стой спускайся я а че второй то стоит ничего не делает молодец гаечным ключом просто запульнул так целых даже два жмура можно руки погреть ну что давайте я сейчас так предполагаю что мы будем сражаться с чуваком у которого есть автомат а если у него есть автомат значит мы вскоре тоже возьмем автомат так вечный ключ он я предупреждаю стой спускайся я все правильно спускайся я сказал спускайся вниз понятно короче нам нам спустили лестницу спустили лестницу что нам это дало подаем тепло я так понимаю тепло же подали да здесь ручка без двери дверь без ручки ручка без двери там завалено так еще один труп ага вода электричество и труп это может означать только одно то что вода под напряжением а 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 короче понятно мы сейчас играем за этого пластика который был с автоматом он заперся он заперся это реактор же получается да сказали и его убило током просто напросто напряжением наша задача сделать что отключить электричество если логически так подумать если логически так подумать матрас сбросим генератор да что то никаких никаких действий а все я я врубился сбросили матрас короче сейчас надо перепрыгнуть на матрас и там есть рубильник где искрит просто надо выключить надо аккуратно сейчас перепрыгнуть так вот так вот сделать вот так вот сделать вот так вот есть отлично так и что нам все вода вода больше не под напряжением а там автомат же до двери нет фигушки фигушки там просто так отдали автомат но то дверь не завалена что то опять упало что сбросили матрас валялся здесь тоже ничего не делает заводись ну заводись внизу что делать что то что то заработало а ну да это лифт понятно короче это лифт нам надо в лифт а без матраса мы бы этого не сделали ну не попали в лифт понятно короче все намного проще чем кажется спускаемся спускаемся я так понимаю грузовой отсек где-то должен быть капитан там в прошлой серии это говорили эта дорога ведет грузовой отсек но снова в холод снова в мороз и деревья освещенные холодным огнем молнии казались живыми простирающими вокруг людей уходивших уходивших из плена тьмы корявые длинные руки сплетая ее в густую сеть пытаясь остановить людей а из тьмы ветвей смотрела на идущих что то страшное темное и холодное это был трудный путь и люди утомленные им пали духом но им стыдно было сознаться в бессилии и вот они в злобе и гневе обрушились на данка человека который шел впереди их и стали они упрекать его в неумении управлять ими послушали еще рассказик о данке точнее это все один рассказ отрывок отрывок из него что у нас тут сварщик запутался в каких-то сетях понятно это не бьется нет 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 бьется перекосило так его все упал бедный сварщик пипец там смотрите какая глубина просто шахта шахта лифта что ли похоже лампочка слишком высоко не погреться капитан я готовлю детальный отчет о ходе ремонтных работ телеграмма вы говорили об устранении неполадок в течение 7 суток спуститесь в нижние отсеки и вы сами все узнаете в мельчайших подробностях там вам объяснят что срок устранения неполадок напрямую зависит от способностей команды а также от способностей капитана выполнять возложенные на него обязанности такие как доставка корабля к пункту назначения сохранив при этом грузы команду невредимыми давайте же начнем их выполнять потому что последние события уже дают основания поставить под сомнение вашу компетентность молодой человек послушайте что я вам сейчас скажу я управляю кораблем пока не случится одно из двух или я сам перестану существовать или мой корабль это не ваш корабль капитан это вас на него назначили что же касается его судьбы то она в скором времени разрешится и значительно раньше чем вы себе это представляете что вы имеете в виду вот директива штаба кроме всего прочего ему говорили не давать эту записку капитан он все таки отдал ее скорее всего там написано то что капитана отстранили ну отстраняют от его должности мои такие предположения о парень нормальный он похоже это добрый какой-то нормальный на что-то он не показывает он сейчас погоди погоди я тебя сейчас вытащу так пушка вон она не берется погоди чувак я тебя вытащу да что там такое происходит дверь не открыть дверь не открыть о как он так появляется или это или это не настоящий человек слышь держись я тебя сейчас вытащу оу оу да ладно парень я не хотел слышь оу снова человек в капюшоне о это че за че за тварь че за тварь господи о боже она там стоит ты кто ты кто он так ламбаду такую танцует музыки не хватает ты кто похож на человека да с паучьими лапами ты человек или паук или человек паук или человек паук все спугнули блин помимо зомби здесь еще всякие монстры смотрите есть ну или кто там зомби они или кто они так можно погреться игра то набирает обороты да створка люка 2 створка люка 1 ого тебя я не ждал здесь пачленистоногая о о и погоди так а мне надо что там в рычаг наверно нажать ай о все тает отлично блин так 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 перезаряжайся давай быстрей долго долго все это делают ай о у него лапа отвалилась блин стоп так две лапы ай 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 есть есть одна лапка осталась есть одна лапка осталась не такой не такой уж ты и страшный босяра погреться так что нам теперь створка люка короче 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 я закрыл сверху это вот они эти две створки люка мороз перестал пускать получается получается если у него лапа из-за льда сделана почему они не растаяли а вон и двери открылись хорошо что мы патроны не тратили от ружья копили блин парня жалко которого раздавило да я не специально так уж вышло ну что дорогие друзья на этом я заканчиваю серию кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте я со всеми прощаюсь до новых встреч всем пока